Привет всем любителям шахмат! Перед тем, как перейти к новому видео, проверьте, поставили бы лайк на это видео, подписались ли канал и нажали колокольчик возле кнопки подписка, чтобы не пропускать наши новые видео. Итак, автор Прокер, сегодня у нас 1946 год, великолепная позиция. Все мы прекрасно знаем, что есть замечательный тезис, дверь пешки по третьей или по шестой это ладья, а зачастую даже это сильные ладьи. Но, тем не менее, в этой позиции белые не только могут добиться ничьи, но и даже победить за счет того, что у них еще и близко расположен король. Ваша задача нажать на паузу и найти изящный трюк, как белые борются с этими двумя опасными претендентами на превращение ферзя. Жмем на паузу, ход белых побед. Кто решил, кто готов, давайте вместе рассуждать над этой задачей. Ну что, пешки очень суровые и спасаемся мы таким нетрадиционным способом, это ход король d2. Ну, у черных здесь несколько ходов, по линии е король отрезан, король d5 бессмыслится, слишком медленно, просто король e3. Поэтому ход g2 тоже не работает, это король e3. И самый интересный начинается после хода f2. Ну, здесь на обычные отходы ладьей ход g2, ладья е2, могу даже f1 пройти, ладья а1, g2. Тяжелая история, что-то надо делать. И на очередь нам приходит замечательное решение, это ход ладья давидим, делаем на засаду и все очень хорошо. Ну, например, если черные хотят убежать от этой засады, то король e3, в следующий ход король f3, пешки отваливаются, но g2 просто король f2. Поэтому короля толкать бессмысленно. Ну, а на g2 следует та вишенка на торте, о которой мы говорили в самом начале. Это засада, король e3, шаг, вскрывается удар, ну и на король e5 мы забираем, потом забираем вторую. Ну и прекрасно мы понимаем с вами, что подписчики нашего канала все умеют ставить мат короля ладья против короля. И, безусловно, эту позицию легко выиграют. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами на одной волне и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.